Компания X-Pen представила обновленный флагманский кроссовер G9, который теперь оснащен более мощными электромоторами. Улучшенными батареями с быстрой зарядкой и новейшей системой вождения Turin AI, разработанной самой X-Pen. Особенность системы в том, что она не требует датчик лидар на крыше. Кроссовер будет доступен в трех комплектациях с задним и полным приводом, а запас хода увеличен для всех версий. Приятной новостью для покупателей является снижение цены. Базовая версия G9 2025 года стоит от 34 450 долларов, что почти на 2000 дешевле, чем модель 2024 года, цена которой начиналась от 36 400 долларов. Компания X-Pen, основанная в 2014 году, специализируется на производстве электромобилей и в 2025 году планирует выпустить модели с подключаемыми гибридными силовыми установками. Флагманом бренда является X-Pen G9, электрический кроссовер, представленный в конце 2022 года, что для быстро развивающегося сегмента электромобилей в Китае является достаточно давно. Это, возможно, объясняет снижение его продаж. За первые два месяца 2025 года, по данным Китайская ассоциация автопроизводителей, было продано 2300 единиц, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в целом продажи компании X-Pen в Китае за тот же период выросли почти на 340%, достигнув 56290 электромобилей. Кроссовер G9 завоевал популярность не только в Китае, но и за рубежом, и теперь доступен для покупки в таких странах, как Франция, Германия, Австралия, Швеция и Египет. С конца февраля 2025 года его можно заказать и в Финляндии. Кроссовер X-Pen G9 2025 года сохраняет визуальные черты текущей модели с узнаваемым дизайном в стиле X-RoboFace. Обновления включают доводчики дверей, электрическую заднюю дверь и новые легкосплавные диски. В стандартной версии установлены 20-дюймовые колеса, а в топовой – 21-дюймовые. Также появилась опция отделки Black Warrior, которая включает черные диски и логотипы. Рестайлинговый кроссовер имеет следующие размеры. Длина 4891 мм, ширина 1937 мм, высота 1670 мм и колесная база 2998 мм, как и у предыдущей модели. Он оснащен двухкамерной пневмоподвеской с электронно управляемыми амортизаторами, которая позволяет регулировать жесткость в три ступени. Система считывает состояние дороги до 1000 раз в секунду на расстоянии 120 метров и корректирует амортизацию до 200 раз, а также фиксирует неровности и загружает данные в облако для использования в будущем на том же маршруте. Водитель может выбрать один из девяти режимов движения и настроить клиренс в пределах от 145 до 245 мм. Тормозная система, основанная на модуле Bosch и собственном контроллере, обеспечивает молниеносное срабатывание всего за 0,15 секунды и рекордно короткий тормозной путь 33,9 метра. Обновленный X-Pen G9, как и G6, использует 800-вольтовую платформу на основе карбидо-кремния. Все силовые установки прошли обновления, заменены как электромоторы, так и батареи. Базовая версия кроссовера оснащена одним электромотором на задней оси, мощность которого увеличена на 47 лошадей до 350 и 465 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час теперь занимает 6,6 секунд. Емкость батареи составляет 79 кВт-часа, что обеспечивает запас хода на уровне 625 км. На 55 км больше по сравнению с предыдущей моделью, у которой был запас 570 км. Средняя версия автомобиля также оснащена одним мотором и задним приводом, но с батареей емкостью 93,1 кВт-часа, что обеспечивает запас хода до 725 км. Для сравнения, версия 2024 года имела 702 км на полном заряде. Разгон до 100 км в час при такой же мощности электродвигателя занимает 6,4 секунды. Полный привод G9 оснащен двумя электромоторами, один спереди, другой сзади. Задний мотор идентичен тем, что установлено на младших версиях, а передний развивает 224 силы и 230 ньютон-метра. Общая мощность силовой установки увеличена до 575 сил, против 55,1 ранее, но крутящий момент немного уменьшился – 695 вместо 717 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час составляет 4,2 секунды. Емкость аккумулятора 93,1 кВт-часа, что обеспечивает запас хода до 680 км на одной зарядке, а у предшественника – 650. Максимальная скорость всех версий – 200 км в час. Новые 800-вольтовые батареи поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью 445 или 530 кВт, в зависимости от версии. Заряд с 10 до 80% можно восстановить всего за 12 минут, но для этого требуется специализированный терминал, которых пока что не так много в Китае. Одним из ключевых обновлений стала система интеллектуального вождения Turin AI нового поколения и два интеллектуальных чипа NVIDIA Drive Orin с вычислительной мощностью 508 TOPS. Главная особенность – отсутствие лидара на крыше. Вместо него установлено 26 датчиков, 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. По сравнению с предыдущей версией, новый Turin AI значительно улучшил визуальное восприятие. Дальность обзора увеличена на 125%, а скорость распознавания препятствий возросла на 40%. Интерьер обновленного G9 будет доступен в цветах – коричневым, серым и новым кофейным оттенком, который гармонирует с обновленной формой сидений и потолком из микрофибры, подчеркивающим текстуру салона. Новый двухспицевый руль с сенсорными кнопками управляет рядом электронных ассистентов, включая автопилот третьего уровня Turin AI. Мультимедийная система теперь оснащена двухсекционным экраном с диагональю 14,9 дюйма и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8295, который в два с половиной раза быстрее предыдущего. Приборная панель с диагональю 10,2 дюйма дополнена более быстрым и точным интерфейсом. В салоне использованы премиальные материалы. До 95% поверхностей покрыты мягкими на ощупь покрытиями, включая кожу NAPA. Сидения стали более комфортными с увеличением слоя пены до 26 мм. Панорамная крыша защищает от солнца, аудиосистема X-Opera с 20 динамиками создает объемный звук. В стандартной комплектации все сидения оснащены функциями вентиляции, подогрева и массажа, есть доводчики дверей и система ароматизации воздуха. Новая модель гарантирует высокий уровень акустического комфорта. На скорости до 60 км в час динамический шум в салоне составляет 53,9 дБ, благодаря использованию звукопоглощающих материалов, которые покрывают около 90% ключевых зон. Объем багажника составляет от 754 до 1795 литров, что позволяет легко перевозить как повседневные вещи, так и крупные грузы. Дополнительно спереди расположен багажник объемом 71 литр. Новый автомобиль в стандартной комплектации оснащен шестью подушками безопасности системой напоминания о непристегнутом ремне панорамным изображением 360 градусов, прозрачным шасси и функцией экстренного торможения, включая при движении задним ходом. Также есть предупреждение о лобовом и боковом столкновении, помощь в удержании полосы и экстренном удержании, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, интеллектуальный дальний свет и другие системы активной безопасности. Интеллектуальная система помощи при вождении включает адаптивный круиз-контроль, помощь при смене полосы, парковке с дистанционным управлением через смартфон. Xpeng G9 2025 года будет представлен в трех комплектациях. Базовая версия стартует с цены 34 350 долларов, а самая дальнобойная модель с запасом хода 725 километров обойдется в 35 700. Топовая полноприводная версия будет стоить 38 500. Важно, что средняя стоимость обновленного кроссовера снизилась на 2000 долларов по сравнению с предыдущей моделью. Спасибо, что посмотрели наши видео. Нам важно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в центре автомобильных новинок и не пропустить новые видео. Ваши лайки и подписки – это то, что вдохновляет нас создавать еще более интересный и полезный контент для вас. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми актуальными событиями в мире автомобилей.